В конференц-зале МГТУ состоялось первое заседание нового состава общественного совета при МВД по республике Адыгея. Мероприятие открыл министр Владимир Алай, а организация получила полномочия на три ближайшие года. Председателем совета избран Аслан Тхакушинов. В своем вступительном слове генерал высказал слова благодарности членам совета за их согласие войти в его состав и в торжественной обстановке вручил ему удостоверение. Глава ведомства от себя лично, от коллегии МВД также поздравил Мурата Кукана с юбилеем. На организационном заседании путем открытого голосования определен руководящий состав общественного совета. Председателем избран государственный советник республики Адыгея, президент МГТУ Аслан Тхакушинов. Его заместителями стали директор НИИ комплексных проблем АГУ, профессор, доктор социологических наук Рашид Хунагов и ветеран ОВД республики Адыгея, полковник милиции в отставке Николай Киселев. Ответственным секретарем назначен обозреватель газеты «Советская Адыгея», член Союза журналистов России Елена Космачева. Владимир Алай в ходе работы отметил и немалые заслуги Рашида Хунагова, долгие годы возглавлявшего общественный совет при ведомстве, сочетая это с многолетней активной работой по руководству одним из крупнейших вузов на юге России. В рамках совета создан Центр по изучению актуальных вопросов взаимодействия МВД с институтами гражданского общества. Приемная, одна комиссия, четыре рабочие группы. В каждой назначен руководитель. Сотрудниками полиции в рамках ежедневной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков в феврале выявлено 10 преступлений в этой сфере. И здесь особую опасность представляют наркозбытчики. Фигурантами уголовных дел по этой статье стали двое граждан. Подробнее об этом в материале Сергея Лизарова. Оперативники полиции обнаружили у 21-летнего парня свертки с белым порошком. Подозреваемый, он из Майкопского района, указал на места, где успел до задержания сделать закладки. Несколько оказались в Майкопе, а часть в Краснодаре. Все пакетики изъяты и направлены на экспертизу. В каждом из них находилась соль массой более 20 граммов. В Тахтамукайском районе полицейскими установлена причастность к противоправной деятельности 37-летнего местного жителя. Как минимум он три раза осуществлял сбыт марихуаны. Также дознанием возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного хранения синтетического наркотика. Фигурантов в возрасте от 22 до 36 лет задержали в Майкопе. Но и это еще не все. Оперативниками профильных подразделений уголовного розыска установлено 14 граждан, при досмотре которых были обнаружены свертки с разным содержимым. Его происхождение они объяснить не смогли, впрочем, как и многие другие задержанные лица. Сейчас вещества направлены на экспертизу, которая послужит основанием для дальнейшего принятия процессуальных решений. Хотим отметить значимость проводимой профилактической работы. В эти дни в Управлении Росгвардии по Адыгее состоялась беседа с личным составом ведомства, в которой приняли участие представители отдела по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Полицейские прошли личному составу лекцию, в которой доступно разъяснили тонкости законодательства Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств и психотропных препаратов. Сергей Лизаров, Дмитрий Кучеров, Вести, дежурная часть. Еще один пример крупного мошенничества, совершенного злоумышленниками с помощью вредоносного вируса. В компьютере у бухгалтера одновременно стояло два электронно-цифровых ключа, подписи, с помощью которых подписываются платежные поручения на перевод денежных средств. Один из них генерального директора, другой ее. И эти ключи вставляются только в момент совершения перевода денежных средств, то есть в момент совершения платежной операции. Они у нее стояли постоянно. И через электронную почту отправляют червя вируса под предлогом, допустим, уплаты налогов. То есть письмо так и называлось. У вас налоговая задолженность, такая-то сумма, откройте письмо, обратитесь. Она открывает, вирус попадает в компьютер, компьютер блокируется, она с ним сделать ничего не может, обращается к техникам, говорит, у меня завис. А в этот момент, пока компьютер у нее якобы зависший, злоумышленники осуществляют свои противоправные действия, отправляют три платежки по 3 миллиона, и деньги уходят. И в эти же сутки были обналичены в Москве и в Санкт-Петербурге. Но это было сделано таким образом, что если бы безопасность была в предприятии нормально настроена, и люди бы соблюдали эти меры, этого бы не произошло. Продолжение следует...